Непорядочные элементы сообщества, интернет сообщества поднимают голову, значит оскорбляют уже контролирующие органы, вот в частности там вот эта артистка какая-то там с погорелого тяда, я прошу вас менять производство. Не замечайте нацистских замашек, подняли голову, подняли голос, подняли лапки. Исковые заявления написать, подать в суд, зарегистрировать их в должном порядке, вот, потому что переходят все границы, они, вот, есть такие там у нас ассенизаторы, сливные бачки всякие, которые пытаются, значит, очернять и работу парков, и мою, и они переходят уже все границы. Мало того, что они там какие-то свои умозаключения и суждения там суют во все, так сказать, интернет-каналы, но сегодня они уже подняли голос и свои лапки, значит, на правоохранительные органы, на органы контроля за парком, и это просьба о правоохранительных органов республики. Расовая теория Гитлера лежала в основе идеологии национал-социализма. По моему убеждению, этот чистый ариец Олег Зубко ошибочно полагает, что он господин и должен править миром. Ошибочно. Юлия Суймейко, по-моему, так ее зовут, да, она же Пелагея, которая уже в своих там этих каких-то видео и оликов, ну, человек уже просто наглеет. От безосказности наглеет. Бездна. Бездна. Раз, уличены волши и популизни, глупости и скудоумии. Бездна. Раз. И мужчина в белой рубашке перегнулся, засунув руки внутрь к тигам. Перегнулся. 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 Засунув руки внутрь к тигам. Бездна. Раз. От безосказности наглеет. И уже даже природоохранная, по-моему, прокуратура, да, природоохранная, вот, обратила на это внимание и попросили Олега Алексеевича, чтобы навели порядок. И в этом разобрали. Я довольна результатами своей деятельности. Моя популярность растет. Не только среди крымских ветеринаров и судей, но еще и природоохранные прокуроры подтянулись. А судебные разбирательства с идиозным амбассадором Крыма мне популярности только прибавят. Уже подняли голос и свои лапки, значит, на правоохранительные органы, на органы контроля за парком. И это просьба прилетокранного прокурора республики Крыма, то есть не вести в этом деле порядок и защитить честь, достоинство, деловую репутацию. Там, мою, там, парка Тайган за парком сказка. В конце 2020 года в парке Тайган, после ошловительных смертей львов и провожек рядом с львов, происходила прокурорская проверка по жалобам общественности, результаты которой очень обрадовали все тайгановское сообщество. И сегодня администрация, полиция Зубкова и других блогеров этого сектантского объединения уверяют, что проходила она очень скромболиозно. Но проведка была проведена. Здесь, на этих восьми страницах, объемно говорится о том, что проверен вдоль и поперек весь парк Тайган и все вопросы ветеринарные, кормления и в том числе безопасности содержания животных и отжимных барьеров согласно новому постановлению. Выявленное нарушение около бенгальских тигров. И тут прокурор сообщает высшестоящую львовую станцию о том, что это не угрожает, нет реальной опасности ни для животных, ни для посетителей парка. Как вы можете прокомментировать ответ природоохранного прокурора в высшестоящую львовую станцию? Ялтинский зоопарк. Исходящая от 20.01.2021 года. Прокурору Симферопольской межрайоны природоохранной прокуратуры. Советнику юстиции АА Иванов. Дирекция ООО Ялтинский зоопарк «Сказка» рассмотрела поступившее 15.12.20 представление природоохранного прокурора Симферопольского района и информирует о выполнении и рассмотрении следующих пунктов. Нас интересует пункт 4. Во исполнении пункта 26 постановления правительства МРФ от 19.37 от 30.12.2019 о несоответствии ширины контрольного ограждения в вольере бенгальского тигра сообщаем, что ограждение увеличено до 1 метра. Фото прилагаем. Директор Зубков ООО. Зубков знал и отчитался перед Ивановым о переносе барьера. За 9 месяцев до трагедии он переносил опасный барьер с 35 сантиметров до метра. Забыл? Не знал. А специалист сказать, вы согласны с этим утверждением, что ПАК работал по нормативам предыдущим и это не угрожало ни жизни людей, ни, так сказать, зверям? Я могу судить и, пожалуйста, пропорю на обозрение. Да. Шамбазова не может подтвердить утверждение, что ПАК работал по нормативам 1973 года, так как в тех нормативах запрещено бесконтрольное кормление, запрещен контакт с хищниками и опасными животными. Клетки и барьеры должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить этот контакт с опасными и хищными животными. Все эти годы Зубков не знал, игнорировал прежние требования. Кстати, кто-то важный, и проборка льва при условии наличия зубковского тапка еще безопасна. И только после реального покоса человека эту услугу сочли опасной и запретили. Кто-нибудь помнит, чтобы директора зоопарков в 80-х и 90-х годах вводили посетителей в клетки со львами отмечать юбилеи? Так шампанское, сведельбов! Что можно требовать с бедного миллионера, если он 25 лет не знает, что физический контакт с хищниками и опасными животными запрещен? Еще с 1973 года. Не узнал и новые требования. И продолжил нарушать. В ходе проверки директор ООО «Ялтинский зоопарк сказка» Олег Зубков пояснил, что о требованиях положения о зоопарке в части запрета организации и оказания услуг, элементом которых является непосредственный контакт человека с животными, включенными в перечень животных запрещенных в содержании, ему стало известно только в ходе проверочных мероприятий. То есть 8 декабря 2020 года. Просто меня, когда хотели директор ООО «Ялтинский зоопарк». У того же Федорова, которого добивают, Ростельхознадзор в лице Демик обнаружил еще 4 барьера с опасными хищниками в 24, 34 и 35 сантиметрах. Итак, 24 сентября 2021 год. Директор ООО «Ялтинский зоопарк» Озвучиваю. Значит, директор ООО «Ялтинский зоопарк» Сверху не указано, в чей адрес направляется данный документ. Название этого документа – справка. С левой стороны данного документа указана сверху. Указана дата 24 сентября 2021 год. С правой стороны указана Республика Крым, город Белодорск. Все. Уководитель ООО «Ялтинский зоопарк сказка» При обеспечении безопасной остановки между животными посетителями, парку на автоград, а поставим, когда комитетный оборудование в демонстрации животных решетка сетку незащитной родины посетили парку на автоград, составляет менее 1 метр, составляется нарушением контакта перестати. С 15 законом, в 4,98, по закону, пункт 6,6 разделов, 2,1, 2,3. Мы станем между посетителями местной демонстрации демонстрации аромök currency 32. Между посетителями местной демонстрации аромок «Ялтинский зоопарк» В Симферопольской природоохранной прокуратуре информация о результатах проверки СМИ «Звериный концлагерь» в Крымском парке «Тайган» продолжает гибнуть животные от 14 декабря 2020 года. По результатам проверки, с учетом изложенного, практически все доводы, изложенные в публикации СМИ, объективно не подтверждены в ходе проверки. А выявленные нарушения не угрожают жизни и здоровью объектам животного мира, а также его посетителям. Пять трубов за два года есть, два краснокнижных барса и три льва. Пять за два года. Трубы есть, а угрозы жизни и здоровью нет. Даже определить причины смерти двух львиц, трупы которых обнаружены 19 ноября менее чем за месяц до этой хваленой проверки, не смогли, ввиду полного уничтожения трупов другими львами. Отсутствие ветеринарной помощи не несет угроз здоровью и жизнью животного мира. Ведь согласно справке Демина и Шихова, договоры об ветеринарных услугах просто бумажки. Показуха для надзорных органов. За два года Лонга Вита не представил ни одного акта о выполненных услугах, хотя согласно договору обязан являться раз в неделю осматривать животных и выдавать акты. Ни плановой, ни экстренной помощи врач Терещук не оказал. И Карен де Лакян также за две недели своего действия договора с фондом «Спаси меня». Ветеринаров не было ни одного за это время. Ни одного. Отсутствие ветпомощи не угрожает жизни и здоровью животного мира. И в этом нас убеждает природоохранный прокурор Иванов. Далее. Прокурор Иванов также нас убеждает, что все павшие животные в период с 2019 по 2020 год утилизированы. Да, очень светлая, очень добрая была Нарвитца. Вот, это была поистине звезда нашего парка. Но ее век, к сожалению, был короче, чем хотелось бы. Вот, очень редкое заболевание для львов постигло ее. И даже ветеринар, который вел ее, ничего не смогли сделать. Ну, не можно этого не понимать. Как убеждает нас природоохранный прокурор Иванов, ежедневно ведется журнал наблюдения за животными, а также утвержден кормовой рацион и режим кормления животных. В журнале наблюдения отмечается физическое состояние животных, их клиническое здоровье, учет, кормление и поение. Согласно данным названного журнала, животные в течение 2020 года получали кормление по утвержденному рациону, и ухудшение физического состояния животных не выявлялось. Не выявлялось. С августа месяца по ноябрь 2019 года Зубков и его блогеры показывали белую львицу с явно ухудшенным здоровьем. Продолжение следует... Ветеринары, с которыми оформлены договора, Далакян и Терещук, не заставили актов об ухудшении ее здоровья ни одного. Ветеринар, который вел ее, ничего не смогли сделать, убрать эту опыту. Ну, не можно. Кто врет? Ухудшение физического состояния животных не выявлялось. Не выявлялось. Что с тиграми 7-8 лет, с самками амурского тигра? Что с ними? Осенью 2020 года, буквально за несколько недель до проверки, пресса Тайгана Алексагина Татьяна зафиксировала ухудшение здоровья. Тяжелые роды обеих. Истощение фроси. Показала это. И прокомментировала. Но эти тигрицы, последние уже свои, очень тяжело рожали. Не хотели выкармливать. Не то, что рожали, рожали и выкармливать не хотели. Хотя Василиса прекрасная мать. И Феося прекрасная мать. Но зачем их оставлять с самцом? Их перевели. А на их место сначала Феося Василизу. А прокурор Иванов утверждает обратное. Не выявлялось прокурором Ивановым ничего и у львицы Клавы. Сейчас кровоточение. Но ей очень тяжело за счет того, что она очень полная. Поэтому бесполезно сейчас ей чем-либо помогать. Она должна сама справиться с этим. Надеемся, что роды пройдут хорошо. Он смотрел Клаву всю ночь. Получается, с периодичностью Олег Алексеевич приходил к ней. Помогал, стимулировал рядовую деятельность. Делал все, что мог. С утра то же самое. Но потом, получается, Клаве стало легче. Стало потихонечку отходить. Понятно, там уже не до малышей. Малышей, конечно, не получилось. Но все у нее хорошо. Все сделали. И поэтому... Ухудшение физического состояния животных не выявлялось. Не выявлялось. Хотя и Зубков, и Алексагина рассказывали о ее кровотечениях и бедственном положении. В журнале нет отметок. Как и ветеринаров нет. Ни одного акта осмотра нет. Давайте сравним списки привитых хищников от 2018 года со списком 2019. Сразу скажу, что испарилось два енота-крабоеда. Возможно, что их съели крабы сразу после прививки в 2018. И утилизировать было нечего. Привита одна барсиха в 2018. Хотя на тот момент их было две. И они явно приехали в парк привитыми. Количество белогрудых уссурийских медведей не изменилось. Хотя Зубков утверждал, что самарский Фима болен раком и умер. Также не изменилось и количество белых львов. Хотя Герда уже с августа месяца болела и к приезду Карена Далакяна исчезла с экспозиции. Также в 2019 году привиты лишь 37 бурых медведей. А ведь ветеринар Иванов насчитал 39 голов бурых медведей. Двух все равно не хватает. Тигры было 44. А Иванов в сентябре насчитал 26. За два месяца из какого-то потайного кармана Зубков достал 9 голов. Сравнивая список ветеринара Иванова со списком прививок, также пропали за два месяца два леопарда и одна гиена. Это конец 2019-го, о котором прокурор Иванов тоже говорит. В 2019 году пропала и одна голова жирафа. А в 2020-м пропала и вторая голова жирафа. Но ни одного жирафа ни в одном списке утилизированных нет. Это ведь не еноты-крабоеды в стоге сена. Окажется на уровне с полом. Барабанные перепонки, многочисленные отразницы давления, разрываются и жираф погибает. Самое стрессовое животное, перевозить которое невероятно. Так что утверждение, что все животные утилизированы, не соответствует действительности – ложь. А вот собственный список привитых от бешенства 2020-го года. Кто-то родился, кто-то помер, Зубков их не считает. Кого-то удалось продать, кого-то излечить от онкологии. Ведь акта на утилизацию трупа белой левицы больной онка нету. Но это не касается бурых медведей. Они ведь никому не нужны, правда? Тогда куда выбыли 25 медведей по ветеринару Иванову? Он 39 голов насчитал. Или 23 медведя по Далакяну? Он прививал 37. Куда они исчезли? Их же привитыми надо будет расстрелять в январе 2021 года. А вот и следующий список от 2021 года. Уже после отстрела медведей. 15 и 16 – это два медведя, выживших по меморандуму от Росгосцирка. И четвертый – уссурийский до меморандума. Тоже от Росгосцирка. Самка 2012 года – это Даша, 841 чип. И Чук 2016 года – 871. Последние цифры чипа. Саша 2012 года – 173 чип. В августе месяце прилюдно скончался, поэтому его и утилизировали. Медведи были отстрелены до августа 2020 года. В январе 2021 года было отстрелено еще с пять голов. Фальсификацией занимается Олег Зубков, скрывая реальное количество поголовья. Так Алексей, секретарь, отчитывается перед директором о коррекции списка для подачи ветеринара. Оставил только одну пару белых тигров. Список прилагаю. Вот список. А вот два тигра белых. Вторую пару ведомства ветеринаров обнаружат в сентябре. Если бы ветеринары еще тщательнее поискали, обнаружили бы запасники, потайные карманы Зубкова, Далакян бы прививал от бешенства не 34, а порядка 70 голов желтых львов. А белых не 12, а 20. Должно было бы привито. Возмущает бессилие и равнодушие надзорных органов и чиновников Крыма. Спустили с рук массовое и позорное убийство спасенных медведей. Спускают и сегодняшнее, безобразное спасение из плохих условий в более худшее. Спускают и позорную фотозону, и бесконтрольное кормление неправильной и просроченной пищей. Спускают бесконтрольную плодильню всех животных. Кстати, я как сторонник парка Тайга на тот момент и активный участник чата «Добить Федорова» утверждаю, что Львов в 2020 году было убито не три, а четыре головы. В начале июля была убита львица из молодой группы – Людмила. Все мычатовцы об этом знали и активно обсуждали. Даже Ольга Белоносова с Зубковым это обсуждала. Всем очень забавно, весело слышать, что прокурор Иванов просит Олега Зубкова разобраться со мной. А ничего удивительного. Зубков меня, ну а сторонников Тайгана, Чатовцев, просил разобраться с Федором. Просил разобраться с Федором. Не трогать Ассенова, не злить его. А вот Федорову... То будет действенная помощь. В чате Федорова, я думаю, для прокуратуры будет немало интересных подробностей. Боня. Боня принадлежала уличным фотографам. В конце 2016 года ее выкупили и отправили в реабилитационный центр диких животных «Велес» в Раполово под Санкт-Петербургом. 1 июля 2017 года Бонечка была отправлена в сафари-парк Тайган. До конца апреля 2018 года все было нормально. Группа «Велес» публиковала фото и видео об этой львице. Позитивные комментарии. Хорошие новости из Тайгана. Очередные хорошие новости о нашей супер-Бонне из Тайгана. В конце апреля 2018 года появился вот такой вот пост. Надеюсь, Боня жива. Друзья, пишите во все их группы. Для жадного это просто средство производства, а для нас, Боня, это супер-сокровище. И мы переживаем. Всех молодых убрали из сафари, а Боню оставили, и ее старые львицы рвут на части. Скрин от некой Татьяны Манчевой в изюминке в группе Хомутова. Обращаюсь с большой просьбой убрать с поляны молодую львицу Боню. Она еще слишком молода и не созрела физически для драк с ольвами в сафари. Пожалейте ее, пожалуйста. Полстраны собирали деньги на выкуп Бонни из неволи. И всем этим людям небезразлична ее судьба. Спасить Боню, уберите ее из сафари, пока еще не поздно. Относительно Бонни прокурор Иванов пишет относительно довода о возврате львицы по кличке Бонни. Стоит отметить, что Зубков ОАР не препятствует в посещении специалистов в области ветеринарии. А специалисты Россельхознадзора и природоохранной прокуратуры не являются специалистами в области ветеринарии и не смогли установить наличие этой львицы в парке, так как на территории обитает свыше 20 львов. Зубков же приснил, что общается и может войти в клетку к 10 львам. Остальные несут угрозу, как хищники. Как же так? Зубков вводит ветеринар Делокяна в клетку с тремя, десятками львов и более. Вводит Делокяна к животным, которые несут угрозу, как хищники, рискуя человеческими жизнями и нарушая все мыслимые и немыслимые требования техники безопасности. И природоохранный прокурор Иванов не возражает в посещении других специалистов в области ветеринарии. Косвенно Иванов дает добро на нарушение закона. Если этих ветеринаров съедят, кто будет ответственный? Ну, а вообще, конечно, хитро. Ведь в природоохранной прокуратуре и Российской коснадзоре есть ветеринары. Но их в Саванну не запускают, а других – пожалуйста. Согласно пункту 584 приказа Минтруда России от 16.12.2020 Об утверждении правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концернных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах. Животных необходимо содержать в условиях, обеспечивающих безопасность окружающих лиц и обеспечивающего персонал. В культурно-зрелищных есть похожий пункт касательно правил безопасности обслуживающего персонала. Так если Зубков общается и может идентифицировать только 10 голов, тогда каким образом делали прививки остальным двум десяткам голов львов? Как идентифицировали привитых от непривитых? Животные ведь перемещаются по этой большой клетке. А в иные годы, между прочим, там бывало и порядка 70 голов львов. Ялтинский зоопарк «Сказка» обращается к ветеринару Василию Песковому за письменным заключением по вопросу, какими способами возможно провести безопасный осмотр, фотосъемку и считывание микрочипа на африканской львице по кличке Боня, обеспечив ее безопасную фиксацию. Данная львица содержится на территории парка львов Тайган. Идентифицировать ее по каким-либо внешним физическим признакам от иных африканских львиц не представляется возможным в силу ее полувольного содержания в условиях саванны и отсутствия особых отличительных приметов. Как обеспечить безопасность для осмотра, для фото и видеозъемки и считывания медь врачей? Тут же, тут же, задаем еще вопрос, которыми должен был озадачиться и прокурор Иванов. Как прививается остальное, нелучное и неидентифицирующееся поголовье в саванне? Как проводятся еженедельные плановые осмотры ветеринара? Как оказывают экстренную помощь раненым и травмированным львам? А еще не забываем и про тренинги, ежедневные тренинги, которые проводятся животными для облегчения той самой медпомощи. Прокурор Иванов нас уверяет, что ничего не угрожает жизни и здоровью животного мира, находящегося в парке Тайган. А Василий Песковой в своем заключении пишет, что не только для животного мира есть риски, но и для людей, спускающихся туда, даже для пиара. Для считывания чипа необходимо сначала выполнить безопасную фиксацию животных во избежание причинения вреда здоровью самих фиксируемых животных и исключения нападений животных на персонал работников и иных посетителей других животных. Необходимы специальные приспособления для фиксации животного, для его дальнейшего отлова и осмотра. Далее, Василий Песковой нас убеждает, что речь идет не о домашних животных, к примеру, собаках или кошках, а о крупных хищных животных, африканских льварных и львицах, у которых при осмотре может проявиться агрессивность, которые обладают ловкостью, огромной физической силой, и дальностью прыжков, наличием острых и больших зубов, когтей, способностью внезапно нападать и быстро перемещаться, то специальные приспособления для фиксации типа поводка, шлейки на таких животных не могут распространяться. То есть, специальных приспособлений для фиксации льва не существует ни в парке Тайган, ни, насколько я понимаю, вообще в природе. Самодельные средства и оборудование для обездвиживания африканского льва-левицы, в том числе использование каких-либо захватывающих устройств, сетей, петли для удержания и фиксации будут являться небезопасными и бесполезными, не способными обездвижить такое крупное хищное животное, как африканский лев. Далее Василий Песковой рассказывает о стреляющих и летающих инъекционных дротиках, либо пневмотрубках с летающими шприцами. Но они благополучно сработают в том случае, если хозяин обладает клиническими знаниями о своем животном, его весе. Если не учесть вес животного, то оно погибнет, как тигренок Алтай. А самое главное, подытоживает Песковой, чтобы обнаружить требуемую для осмотра африканскую львицу по причине ее нахождения с другими африканскими львицами в открытой саванне парка Львов-Тайган, то необходимо для обеспечения безопасности лиц, проводящих осмотр и иные ветеринарные манипуляции, произвести обездвиживание всех африканских львиц, находящихся в полугольных условиях, до обнаружения искомой львицы с определенным номером чипа. То есть любое человеческое вмешательство в саванну для проведения ветеринарных манипуляций нужно обездвижить всех. Получается, что Боню и Олежку могли привить дважды или вовсе не привить. Но ведь так. В таком случае разве можно утверждать, что жизнью и здоровью животных ничего не угрожает? Ведь на территорию свободно проника вдоль львы. А значит и другие животные туда тоже проника, в том числе дикие животные, птицы и заразные в том числе. Зубков специалистов из природоохранной прокуратуры называют посредственными специалистами, трусами, боящимися славы Иванова-2. Не могу не согласиться с этим мнением. Посредственные специалисты просят защитить их от какого-то блогера, реально посчитавшего количество расстрельных медведей. Посредственные специалисты не могут разобраться ни с барьерами, ни с вольерами, ни с животными в них содержащимися. Мы говорим о том, что ранее была проверка природоохранной прокуратуры Крыма, где установили, что был барьер, я уже говорила, с бенгальским тигром, где расстояние было менее метра между барьером и вольером, но прокурор сказал, это не опасно для жизни и здоровья посредителей. А самое главное, если посмотреть это письмо, оно в материалах дело оглашено, исполнителем этого письма, то есть автором этого письма, был прокурор или помощник прокурора, тот, который в суде был допрошен в качестве свидетеля и сказал, что эта услуга опасна. Повторюсь, Кремлёва юлит. Зубков отчитался о переносе барьера. Увеличил его до метра еще в январе 2021 года. Зубков хамелеон меняет окрас по ситуации лживый и лицемерный желобяр. Страдает амнезией при необходимости. Ну все, Олежка, тебе. Опять перепала прическа. Бесстрашие вновь набирая старых, озлобленных, экономически невыгодных и опасных животных. Ага, этот поспокойнее, а тот? А тот такой характер. А, но парень. А, агрессивный, это хорошее. Там больше. Что же ты, прокурор Иванов, требует с одной разобраться? Где же это не я? А сам Зубков голыми руками львицу к лаву стимулирует? Зубков и его 10 сотрудников 10 дней кормят трупы львицы и вносят в журналы отчеты о ее кормлении и поении, а также о превосходном состоянии здоровья. А Лев Томб превосходно двое суток лежит в ластол, и ни один ветеринар не посетил экстренно, для оказания ему помощи. Зубков на второй день явился с секатором, внесенной в журнал от 1 сентября, как труп льва Тома пытались накормить куримыми ножками. Посетителем. Чем? Чем не оскорбила прокурора Иванова? Испоханила его фамилию, как это делает Зубков? Данный ролик посвящен посредственным продажным специалистам природоохранной прокуратуры. Посредственным и беспомощным, которыми Зубков вертит. Однако для полной картины и понимания ситуации я скажу. Василия Пескового попросили подписать чужое экспертное мнение. Это не его рассуждение. Ему подсунули готовые. И я так думаю, что это... Писал сам Зубков. А Василий Песковой ей карту для расчета прислал. Просто оставил автограф. И суд по Бонне обманули. И прокуроров обманули. И общественность обманули. И Аксенова обманули. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. За попугайчиков обманываться рад. Такие вещи они делаются бесплатно. Особливо, ежели речь идет о беспредельщике и коррупционере Зубкове. Продолжение следует...